Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Нужно пройти, Соня. Что? Испытание. Испытание, Саша, молодец. Вчера и позавчера вы с этим условием уже столкнулись, и не один раз. Сегодня готовы продолжить борьбу? Да. Отлично. Тогда незамедлительно приступаем к нашему первому конкурсу. Как всегда, правила дорожного движения у нас тема всего соревнования. Ответ на мой вопрос, который я сейчас буду задавать, находится у вас на стенде. Вы на скорость приносите мне, находите правильный ответ. Две фишки за правильный и быстрый ответ. И одна только за правильный ответ. Итак, все ясно? Да. Тогда начинаем. Раньше счеты и письма, рисование, чтение. Всем ребятам нужно знать о звуку движения. Как зовутся те дорожки, по которым ходят ножки? Различать учись их точно. Не лети, как на пожар. Пешеходные дорожки – это только марш. Быстрее. Это только что? Зебра. Итак, ребята, неправильно вы отгадали мою загадку. Здесь речь идет о тротуаре, а вы мне принесли зебру. Неверно, фишки у меня. А вы слушайте внимательно на следующую загадку. Поезд быстро-быстро мчится. Чтоб несчастью не случиться, закрываю переезд. Запрещен машинам въезд. Марш! Молодцы, одновременно, правильно, это шлагбаум. Наконец-то вы получаете первые фишки, по две каждому. Очень быстро у вас это получилось. Ну, последняя загадка, поэтому смотрите, что подгадали. Командуя жезлом, он всех направляет. И всем перекрестком один управляет. Он словно волшебник, машин-дрессировщик. А имя ему? Побежали. Что за имя это? Регулировщик. Регулировщик, конечно. Присаживайся, Саш. Саш, за правильный ответ фишка. Сонечке, за правильный и быстрый ответ две фишки. На этом первый конкурс завершен. Подводим итоги, там не очень у нас. Сколько фишек? У Сони четыре, у Сашки три. Я уже сама вижу. Итак, ребята, нам с вами пора продолжать. И у нас впереди встреча с нашим другом из госавтоинспекции, тетей Олей. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо. Сегодня уже наша третья встреча. Мы продолжаем тему безопасной дороги в школу. С опасностями, которые нас прожидают на земле, мы уже разобрались вчера. Поговорим о таком понятии, как мертвая зона. Это понятие хорошо известно водителям. Зачем оно нам, маленьким пешеходам? А затем, чтобы мы с вами в эту зону не попали. Вот наша задача на сегодня. Как вы думаете, ребята, вот водитель, который смотрит в зеркала заднего вида, который ест его в автомобиле, видит все, что творится вокруг него? Конечно, он видит далеко не все, особенно, когда движется задним ходом, что часто делают водители в наших дворах. И то, что скрыто от глаз водителя, он не может увидеть в зеркалах автомобиля и называется мертвой зоной. Как же нам себя обезопасить? Если вы слышали, что водитель завел автомобиль, машина начинает рычать. Это для вас знак, что от такой машины надо держаться подальше. Ни в коем случае нельзя оставаться позади рычащей машины. И тем более, играть в этой зоне. Нужно как можно быстрее отойти от нее. На сегодня это все. Мне пора прощаться. Завтра финал. Мне тоже надо подготовиться. А вам я желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Ребята, вот и третий конкурсный день подходит к завершению. Но еще у меня есть контрольные вопросы. Последняя возможность сегодня заработать фишки. Кстати, ребят, узнать, кто станет абсолютным победителем у нас в стране безопасности на этой неделе, и мы, и наши маленькие телезрители смогут только завтра, после финальной игры. А прямо сейчас мои вопросы. Каждый правильный ответ стоит две фишки. Кто начнет первым отвечать на вопросы? Давай, уступим девочке, Саша, на этот раз. Итак, Сонь, первый вопрос твой. Почему нельзя ходить пешеходом по проезжей части улицы? Потому что машина может тебя не заметить и не остановиться, а наехать на тебя. Особенно опасно, Сонь, где ходить, как ты думаешь, по проезжей части, где есть металлические ограждения, которые отделяют тротуар от проезжей части. А почему, как ты думаешь, наиболее? Потому что машины, ну, водители думают, что можно там ездить, что никакой человек не пройдет, и может случайно не на тебя наехать. Да, а пешеход будет идти по дороге, и даже если увидит машину, и захочет быстренько оказаться на тротуаре, не сможет, потому что металлическое ограждение ему преграждает путь, правильно? Молодец, Сонь, хорошо, две фишки заработала, умничка. Второй вопрос твой, Саша. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? Зебря. Так. По светофору. Так. По дорожному знаку. Где есть дорожный знак, который указывает, что можно. Так, еще. Как может быть обозначено вот на проезжей части то место, где можно пройти? На перекрестках по линии тротуаров можно переходить еще. И знак, как ты сказал, пешеходный переход. Держи. Хорошо. Третий вопрос. Сонь, что такое мертвая зона? Вспоминайте, Оля только что об этом рассказывала. Мертвая зона – это там, где машина заводится? С водителем связано, с водителем, с обозрением. Вспоминай. А мертвая зона – это когда водитель не видит полностью, что сзади и едет назад, там, где ему надо перепарковаться, например. И едет, едет и не видит, что идет человек. Нечаянно может сбить. Поэтому надо следить, чтобы машина на тебя не наехала. Сначала подождать, чтобы машина вот так... Сонечка, ну это уже как себя вести. А мы просто спрашиваем, что такое мертвая зона? Правильно ты сказала. Это то, что скрыто от глаз водителя. И то, что он не видит где? В чем он не видит в машине? Сзади. В зеркалах. А, в зеркалах. Хорошо. Самое главное, что это то, что скрыто, что не видит водитель. Это очень опасная ситуация. Хорошо, Соня. И последний, четвертый вопрос, Саш. Можно ли перебегать улицу? Нет, нельзя. А как нужно пересекать улицу? Спокойно, пешком. Так. Не отвлекаясь, ни на что не отвлекаясь, спокойно идти. Если какая-то машина не успевает затормозить, то надо ее пропустить. Правильно. Нужно спокойным шагом, Саш. Потому что, если вдруг ты выбегаешь, и машина идет на скорости, она не сможет водитель среагировать и остановить транспортное средство перед тобой, чтобы не получилась авария. И просто авария. Да, Саш. Да. Молодец. Держи. Свои две фишки. Ребят, все. Все вопросы. На все вопросы вы ответили. Теперь посчитайте, сколько фишек сегодня заработали. Быстрее. Восемь. Восемь. У Сонечки, молодец, быстро. У меня семь. И у Саши семь. Отлично. Ребят, на сегодня все. С небольшим отрывом всего лишь в одну фишку победила Соня. Завтра финал. Готовимся, встречаемся и определяем победителя главного. До встречи, ребята, в стране безопасности. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова